А начнем мы, наверное, все это дело с аксессуаров к Asus Zenfone Max. Нравится мне, как этот парень упаковывает стекла. Он сбоку кладет китайские палочки, которые там стоят копейки. Ну, здесь будут настоящие китайские палочки. Самое важное находится внутри. А внутри находится полный комплект. То есть, это влажная салфетка. Сухая, видите, маховая, или как сказать, не знаю, салфетка. И поглотитель пыли. То есть, несколько наклеек. Также внутри находится стекло. Которое, а, не повреждено. Б, которое, чем мне нравится. Вот что не люблю, то, что постоянно в телефоне отражение, которое вам не нужно. Значит, смотрите. Вот так вот выглядит это стекло. Небольшие зазорчики остаются по бокам. Они как раз под силиконовый чехол будут. Что мне здесь нравится, то, что это стекло имеет полностью все необходимые отверстия. То есть, под динамик, под камеру, под датчик. Стекло стоит где-то в районе 130, насколько помню, рублей. И, в принципе, из бюджетных это на данный момент лучшее стекло, которое я нашел. Теперь для Asus Zenfone Max я буду заказывать в основном его. Потому что 130 рублей это недорого. Упаковка хорошая. Палочки останутся. Ну и за стекло не стыдно. Поэтому для Asus Zenfone Max я рекомендую именно его. Значит, у нас опять товар для Asus Zenfone Max. То есть, это достаточно хорошего качества пластиковый бампер. Здесь вот прям матовый. В прошлый раз, по-моему, такой штукенции не было. Значит, смотрите. Вот эта вот фальш-кожа. Вот эта вот фальш-кожа на крокодила немножко похожая. Телефон обтянут. И сбоку мягенько, вот, вот, и по золотой, видите, да, все это дело покрасили. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Значит, вот так вот будет выглядеть телефон в нем. Ну, в моем случае это черный телефон. Соответственно, белый будет выглядеть, ну, совершенно иначе. Значит, для чего это нужно? У Asus Zenfone Max у него очень приятная поверхность задней крышки. И надеть простой пластиковый чехол, это потерять красивое тактильное ощущение. Да, приятное тактильное ощущение. По этой причине, ну, вот, можете заказать вот такой чехол под кожу. Есть разные цвета, черный, помню, у меня даже на обзоре был. Достаточно недорого он стоит. По ощущениям очень приятно, по качеству очень симпатично. Ну, то есть, если вы хотите такой бампер, то рекомендую. Значит, что мы имеем в этот раз, да, это уже полноценная броня на телефон. То есть, если вы смотрели другие видео, вы должны были видеть тонкую броню, да, так называемую тонкую броню. То есть, она тоже состоит из двух частей. Ну, вот эта, она гораздо толще. И у нее еще есть какая дополнительная особенность. У нее есть дополнительная особенность. Она такая, как тебя. Не знаю, почему, я не могу понять, каким макаром это должно открываться. То есть, по идее, броня, да, двухсоставная. Давайте еще, наверное, разберем. Так, ну, ребят, да, что из себя представляет наша броня? Да, это двухсоставная часть. То есть, вот такая вот мягкая. ТПУ, или как ее правильно назвать. И вот такая жесткая. Причем, у жесткой, по идее, вот как-то должен выниматься. Не совсем понимаю, каким образом должен выниматься держатель. Чтобы можно было телефон поставить боком. Прям интересно, почему не вынимаю. Так, ну, посмотрите. Я его вынул, и он... Надо просто, видимо, ноготь более жесткий иметь, чем у меня. Там жестко он открывается. И вот так вот можно потом поставить. Полностью, вот так полностью открыть, поставить и посмотреть фильм. Asus Zenfone Max имеет пять с половиной диагональ. Экрана достаточно хорошая диагональ. Ну, вполне позволяющая комфортно смотреть какие-то там видеоролики, либо фильмы. Значит, что из себя представляет телефон в этом чехле броня? То есть, все необходимое открыто. Вот эта часть пластик. Вот эта часть, ну, прорезиненная она чувствуется, да. Значит, кнопки у нас выпирающие. Видите, да, кнопки работают. Все хорошо. Значит, что в плюсе? Это просто толстая, мощная броня. Вот, есть тонкая. Посмотрите видео в правом верхнем углу. Должен быть значок информации. Откройте, есть про тонкую броню обзор. Ну, в данном случае толстая. По-своему она тоже хороша.